здравствуйте дорогие радиослушатели и те кто нас смотрит на youtube канале в эфир программа политинформания резистанция народная волна чикаго и и постоянные ведущие эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с российским политологом а юристом международником специалистом по европейскому праву кандидатом юридических наук николаем топорниным николай борисович добрый вечер добрый день скорее я приветствую всех наших радиослушателей надеюсь также видео видео зрителей нашего эфира ведь в америке насколько я понимаю сейчас 15 00 поэтому у вас день а у нас москве действительно 23 00 уже глубокий вечер но ничего страшного мы бодрствуем спасибо что вы согласились с нами побеседовать а николай борисович я сразу к серьезным вопросам а уже концу передачи уже будут несерьезные вопросы николай борисович вот министр иностранных отдел лавров заявил о том что россия может пойти на разрыв а с европейским союзом во первых как юрист международный как вы это оцените во вторых какие если вдруг это эмоциональное высказывание лаврова или что-то в этом есть и какие последствия дом от тех событий могут быть для россии но действительно для многих россиян и в первую очередь для экспертного сообщества вот это вот заявление лаврова было крайне неожиданным я помню что в этот день я как раз приехал на прямой эфир на первый канал российского телевидения в программу время покажет знаете есть такой ток-шоу с 12 до 15 00 по московскому времени и вот вместо ну такой так называемые заявленной темы которую мы должны были обсуждать там вопросы связанные с вакциной коронавирусом и некоторые другие моменты вот как раз была неожиданная новость информационная бомба так называемая это заявление лаврова о том что россия готова разорвать отношения с евросоюзом если евросоюз ведет какие-либо санкции очень чувствительные для российской экономики для российского государства действительно такое заявление прозвучало прозвучало но после того как с визитом в москве побывал верховный комиссар европейского союза по внешнеполитическим вопросам и политики безопасности жозе буррель это испанец он из каталонии поэтому не хосе по жозе вот так есть таки несколько отличий каталонский язык каталанский и испанский костилианский вот но вот как раз в результате этих переговоров видимо у сергея викторча лаврова опытнейшего дипломата маститого дипломата я пускал одного из виднейших дипломатов нынешнего времени видимо у него конечно где-то накипело за душой потому что баррель очень долго его прессинговал по сути одним и тем же вопросом вот что с навальным как с навальным как эти митинги что вы собираетесь делать почему навального по решению суда решили все-таки посадить в тюрьму да ну или во всяком случае сейчас сизо покосить не в тюрьме но тем не менее дело как раз сводится к тому что вы могут перевести в реально в реальную тюрьму уже на отбытие срока вот видимо накипело у сергея викторовича потому что он никак не мог найти общий язык с баррель и баррель когда вернулся уже из москвы к себе в брюссель он отвечал на вопросы европарламентария была специальная сессия в европарламенте европейского союза и звучали очень жесткие такие нелицеприятные вопросы для жузепа барреля и даже некоторые такие радикальные евродепутаты предлагали отправить барреля в отставку вот а то что якобы там как-то себя вел не очень жестко по их мнению но тем не менее баррель сказал что сейчас евросоюз и россия находятся на неком перекрестке и необходимо дальше определиться как будут строиться взаимоотношения в будущем очевидно что уже к сожалению баррель тоже это подчеркнул и лавров об этом говорил что россия и евросоюз уже наверно нельзя называть партнерами вот как это было ранее теперь россия и евросоюз дрейфуют в разных направлениях и дальше евросоюз должен определиться все таки как вести политику как вести диалог с российской федерации потому что ну это крупнейшая страна мира это важный не важнейший конечно но один из важных партнеров европейского союза россия это крупнейшая европейская держава до которая переплетена исторической судьбой с европейским континентом на протяжении веков столетий до все это нельзя вот так вот сбросить со счетов поэтому будет серьезный разговор как мы знаем 22 февраля состоится совет европейского союза это один из важных институтов в нем примут участие 27 министров стран и с входящих в евросоюз и вот они будут выслушивать в первую очередь конечно уже какие-то сказать аналитические итоги визита в москву от жозе папара или может быть он уже приготовить некие свои размышления предложения и министр уже наверное выработают какую-то единую позицию возможно что опять речь станет о неких санкциях в отношениях россии пока непонятно что это может быть могут это быть какие-то серьезные экономические санкции или это могут быть какие-то точечные санкции в отношении ряда чиновников или политиков российского государства пока это такой вопрос открытой но очевидно что скорее всего речь пойдет именно об этих элементах взаимоотношения они о том как расширять сотрудничество с россией как улучшать его да и как переходить уже к взаимовыгодным отношениям очевидно что россия и евросоюз вот расходятся в разных направлениях это значит что но если со стороны российской федерации рассуждать то наверное россия каком-то плане сама дистанцируется от его европы от европейского союза ну и будет наверное сходить из своих возможностей при вот контактах с ес при контактах с брюсселем с парижем с римом с берлином до при выстраивании какой-то уже такой внешнеполитической повестки вот ну скорее всего наверно будет больше у россии фокуса на китай на азиатский рынок да в конечном счете с китаем прекрасные отношения россии но на европейском направлении конечно россию ждут сложные времена потому что и евросоюз тоже сейчас настроен так сказать больше наверно негативно в отношении россии чем позитивно знаете я скажу так что да на мой взгляд лавров это эмоциональное было его выступление заявление это очень сдержанный политик очень опытный министр иностранных дел и очевидно если он такой заявил наверно действительно что-то у него накипело уже за душой но я хочу обратить внимание и наших радиослушателей и уважаемых телезрителей то что все-таки внешняя политика в российской федерации конфигурируется президентом россии и за президента уже высказался его пресс-секретарь дмитрий песков который сказал что россия не собирается разрывать отношения с европой нет таких абсолютно планов и намерений россия рассчитывает то что она будет продолжать сотрудничать будет пытаться улучшить взаимоотношения с европой улучшить климат вот этих вот отношений то есть вернуть их так называемое нормальное даже лавров об этом говорил что он хочет вернуться к нормальности в отношениях между европой и россии вот то есть песков по сути сказал что не надо вот так вот реагировать эмоционально на заявление министра иностранных дел вот да он он имеет право он как высокий чиновник такого высокого уровня и наверное главный министр сфере внешней политики конечно он имеет право на то чтобы заявить и какую-то позицию свою обозначить он это сделал но тем не менее президент во всяком случае вот устами своего пресс-секретаря сказал о том что россия не собирается разрывать отношения с европой союзом она хочет продолжать сотрудничать более плодотворно более взаимовыгодно чем это сейчас у нас есть и до сих пор есть совместный проект это знаменитый газопровод северный поток 2 пролегающий из россии напрямую в германию по дну балтийского моря он находится финальной стадии мы все прекрасно знаем какие проблемы он испытывает и эти проблемы как известно создала еще предыдущие руководства соединенных штатов америки в главе с дональдом трампом но тем не менее сейчас есть определенные подвижки позитивные подвижки осталось проложить там примерно 7-8 процентов трубы по дну балтийского моря германская инфраструктура уже готова российская инфраструктура уже готова но то есть по-хорошему если не будет никаких осложнений ближе к лету к июле я думаю технически уже можно все это дело будет завершить вот то есть как бы есть проект который нужен европейцам и ангела меркель касса германии об этом много раз говорила что проект северный поток 2 очень интересен и европейскому союзу и германии они заинтересованы и они считают что это не политический экономический проект вот и здесь они расходились дональдом трампом вот тут теперь во всяком случае есть возможность его завершить поскольку мы знаем что новый президент претенд байден как-то он более аккуратно во всяком случае говорит о том что будет делать сша по отношению к северному потоку да он хочет пока получить более объемную информацию из парижа из берлина и только потом уже принимать какие-то решения со стороны администрации с межсотт америки вот такая ситуация поэтому как бы я думаю что не нужно так легкомысленно относиться к заявлению лаврова это наверное такой серьезный какой-то такой знак со стороны министерства иностранных дел что подошли какой такой критической точки отношениях с европой но все-таки мы исходим из того что ничего такого радикального ближайшее время не должно произойти никакого разрыва отношений с европейским союзом не будет мы будем стараться найти общей точки для того чтобы как-то но все-таки улучшить микро климат улучшить фон наших взаимных отношений николай борисович вот смотрите а то что вы говорите о взаимоотношении европы и россии вчера еспч суд по правам человека обязал россию значит освободить алексея навального при этом министра юстиции чуйченко сказал что нечего еспч лезть во внутренние дела россии это же повторил песков пресс-секретарь президента и это же сказала мария захарова спикер мида а как известно значит указание есть печь и вообще желательно выполнять потому что ну насколько я знаю от этого зависит членство россии в совете европы по той по этой же причине россию и пригласили в совет европы как вы видите решение этой проблемы знаете это очень такой сложный вопрос откровенно скажу меня уже многие наши и журналисты и эксперты тоже вот спрашивали мы обсуждали этот вопрос дискутировали его здесь знаете есть две я бы сказал составляющие две составляющие есть называем международно-правовая составляющая да вот чистая юриспруденция и есть такая вот политическая составляющая так вот если говорить о юридической составляющей то вопроса действительно европейский суд по правам человека в рамках так называемой статьи 39 регламента суда мы знаем что россия ратифицировала европейскую конвенцию правом человека соответственно она поддержала и регламент суда естественно вот то в рамках вот этой статьи были имеется возможность у суда принять такие предварительные чрезвычайные меры при решении каких-либо серьезных вопросов временной так называемые меры и вот эта статья была задействована в отношении дела навального дело навального суде палата суда обратилась к российскому руководству ну контрагентом выступает здесь в отношениях между москвой и с этом его поступать министерство юстиции правильно вы назвали министра константина чученко который как бы ну со стороны российской федерации этот процесс возглавляет вот они обратились коммуницировали сообщение о том что вот согласно статье 39 европейский суд просит россию освободить навального из под тюремного заключения ну это да учитывая то что россия является участницей конвенции она ратифицировала конвенцию она признала абсолютную юрисдикцию европейского суда по правам человека который находится в страсбурге во франции да я там одно время работал хорошо представляю как работает этот механизм ну да тут строго говоря россия должна выполнить без каких-либо оговорок вот это вот постановление постановления европейского суда противном случае дело будет перенаправлено в комитет министров это высший исполнитель распределительный орган совета европы и тогда уже министры и представители других государств членов могут уже спросить у высшего руководства россии почему она не выполняет взяты на себя обязательства исполнит решение европейского суда но вот россия считает что дело не имеет юридической подоплеки а имеет политическую подоплеку что это попытка совет европы вмешаться во внутреннюю судебную юрисдикцию российской федерации вот что здесь нет никаких оснований для того чтобы применять вот это вот правило чрезвычайных таких вот превентивных мерах в рамках статьи 39 регламента ну и на этом основании россия не собирается выполнять предписание европейского суда по правам человека то есть возникает такая знаете вот коллизия которая ну ее можно трактовать как политико-правовая коллизия политико-правовая коллизия ну такие знаете скажу что это не единичный случай в практике европейского суда по правам человека такие случаи были с Турцией с Италией с Великобританией время от времени они происходят и с российской федерацией они тоже происходили это случалось достаточно часто но никогда эти случаи не приводили к тому чтобы серьезно ставился вопрос о членстве того или иного государства в составе Совета Европы я думаю что и сейчас вряд ли такой вопрос может во всяком случае в ближайшее время появится в повестке дня Совета Европы и его комитета министров но тем не менее это опять таки осложнение отношений между Россией и Советом Европы это Европа это европейская организация самая такая мощная самая серьезная у нее сходит 47 европейских государств за исключением по сути Беларуси других крупных стран там все остальные крупные страны там присутствуют я уж там не перечисляю некоторые карликов государства 47 государств практически все государства Европы ну естественно если вот возникает такая коллизия ну конечно это приведет к осложнению опять таки и без того непростых отношений России в целом с европейским сообществом потому что дело Навального находится на контроле личного канцлера Германии Ангела Меркель и президент Франции Мануэль Макрон тоже с Путиным обсуждал этот вопрос и Жозеп Боррель об этом говорил да глава европейской дипломатии ну и другие я уж не говорю там про по руководству стран Балтии и Польши которые всегда в общем-то поднимают вопрос так сказать радикально в отношениях с Россией вот то есть безусловно что вот эта вот ситуация которая складывается вокруг дела Навального конечно опять таки приведет вот к этому дальнейшему такому усилению что ли жестких взаимоотношений между Россией в целом и европейским сообществом да в широком смысле слова я имею ввиду ну а я не могу сказать каким последствием это может привести опять таки все таки я считаю что вряд ли это приведет к выходу России из Совета Европы но уже многие многие наши радикальные политики там и в частности некоторые члены из фракции коммунистов из фракции Жириновского ЛДПР некоторые и другие известные такие радикальные политики они говорят о том что ну а что нам вообще-то делать в Совете Европы что мы там забыли ведь мы не можем найти общий язык с этой организацией они постоянно выдвигают какие-то претензии к Российской Федерации ну давайте мы выйдем тогда не будем ни себя мучать ни европейцев мучать мы выйдем из состава Совета Европы и в общем-то дальше будем спокойно совершенно с ними взаимодействовать до двусторонней основе имеется ввиду страны-члены и какие-то решать возникающие проблемы а тогда у нас не будет возникать вот таких вот ни юридических ни политических коллизий ну вот такие раздаются и голоса радикальных политиков и в Москве в том числе ну пока это меньшинство подавляющее хотя конечно и голоса тоже звучат достаточно громко они любят поднимать такой информационный шум вокруг каких-то международных обязательств Российской Федерации ну пока во всяком случае они в явном меньшинстве но надо посмотреть как будет развиваться ситуация потому что ну как бы там тоже Россия представлена на уровне министра иностранных дел то есть это Лавров опять будет если случится вот это заседание комитета министров где будет в том числе и поставлен вопрос об исполнении России взятых на себя обязательств по европейскому суду правом человека то есть Лаврову опять придется отдуваться что называется за политическую позицию Российской Федерации не знаю к чему это может привести это очень сложный вопрос спрогнозировать здесь какие-то дальнейшие действия крайне и крайне сложные посмотрим будем наблюдать как будет развиваться вот эта вся такая вот к сожалению крестная ситуация Николай Борисович мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу поэтому оставайтесь с нами не отключайтесь и мы через пару минут вернемся спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция Народная Волна Чикаго ее постоянные ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер а мы сегодня беседуем с кандидатами юридических наук российским политологом специалистом по европейскому праву доценту МГИМО Николаем Топорниным Николай Борисович да я снова вас приветствую всех наших уважаемых радиослушателей еще раз спасибо Николай Борисович что вы с нами решили поговорить и сразу такой вопрос наверное непростой может быть для вас вы часто участвуете в таких политических ток-шоу и у Артема Шейнина время покажет и у Норкина место встречи и у нас часто создается впечатление вот примерно такое стоит адекватный интересный интеллигент разговаривающий на хорошем русском языке а вокруг него стоят люди которые говорят на какой-то ну скажем так фене то есть это какой-то странный язык и вот Артем Шейнин этим достаточно сильно славится как вам вообще удается вот противостоять такому напору и как вообще вот это вот возможно потому что то что я вижу я удивляюсь как вы как вы вообще вот это все выдерживаете и вопрос еще в том как вы считаете вы можете донести свою точку зрения до противоположной стороны но знаете я скажу так что я хожу на эти шоу во-первых я благодарен что меня приглашают на телевидение там на радио и на какие-то другие с простыми журналистами общаюсь да я им благодарен за то что они готовы выслушать мою точку зрения ну и в том числе и редакции первого канала и НТВ и Россия 1 если они меня приглашают то есть я хожу на эти каналы чтобы донести свою точку зрения до вот этого многочисленной аудитории давайте скажем откровенно что федеральные каналы безусловно это вот и первый канал и Россия 1 и НТВ федеральные это три основных канала которые смотрят подавляющее большинство российских телезрителей ну в этом никакого секрета нет вот соответственно знаете как наши люди как ни странно любят смотреть вот такие политические шоу все таки это наверное не какое-то такое очень серьезное обсуждение различных международных вопросов внутренних вопросов но это больше элемент шоу то есть зритель когда смотрят вот эти вот программы они ожидают ну такого знаете элемент театральности если хотите вот ожидают что-то такого необычного там или что-то интересного и услышать и может быть в поведении сторон поэтому когда редактор организует вот эти вот шоу им нужно обязательно противопоставление знаете вот белое и черное вот с одной стороны белая позиция условно говоря с другой стороны позиция черная вот и вот столкновение двух позиций она как раз и вызывает такие вот неординарные эмоции как участников этих шоу так и естественно телезритель но мы участники этих шоу мы прекрасно друг друга знаем уже не первый год общаемся на разных каналах на разных эфирах встречаемся мы примерно знаем позицию друг друга но это не только убедить в чем-то моих коллег очень сложно хотя я откровенно вам скажу даже самые такие так сказать упористые коммунисты ретрограды и некоторые такие неосталинисты которые придерживаются таких радикальных позиций когда заканчивается эфир в общем то они так согласны с тем что они немножко переигрывают что на самом деле конечно Истина совсем находится Далеко от них по большому счету Но вот жизнь такова Что им Их выставляют Наверное в какой-то степени даже Для того чтобы люди увидели Что их может ожидать Если вдруг Каким-то чудом эти люди придут к власти Понимаете вот здесь тоже На мой взгляд есть такая позиция Чтобы наш телезритель посмотрел Что вот ну есть условно говоря Некое такое центристское ядро Единая Россия Которая сегодня имеет большинство И в Государственной Думе И в Средней Федерации И президент представляет эту партию То есть эта партия правит в стороне По мнению большинства Это занимает такую центристскую условную позицию А вот есть Левые радикалы Есть правые радикалы Как правило Редко очень когда Единая Россия Участвует в этих дебатах напрямую Там могут какие-то политологи Озвучивать их позицию Но они это не делают От лица Единой России Так от своего лица Поэтому очень сложно Считать их позицию За позицию там партии власти Допустим А с другими да Тут получается что С одной стороны там условно Либералы там находятся Хотя на мой взгляд Слово либерал Давно шельмуется уже Вот в российском политическом сегменте Абсолютно не то понятие Вкладывается В термин Я бы так сказал Либерал Который у нас сейчас вкладывается В России на телевидении То есть либерал Уже чем-то граничит С таким С полуфашистом Извините конечно Да Вот так получается Что либералов там Обвиняют во всех смертных грехах Которым даже близко Они и не относятся А с другой стороны Вот присутствует Такая Старокоммунистическая И там Сталинистская Всех мастей Радикалы Патриоты Я их называю Псевдопатриотами Потому что эти люди От Калигора не понимают Какие же ценности Должна отстаивать Современная Демократическая Россия Там Если призывают Нас вернуться Там в Сталинское Прошлое В Брежневское Прошлое Там я не знаю В Крущевское И так далее И то подобное Да вот То есть как бы Тянут в общем-то Тянут нас назад И получается что Зритель Понимаете Когда вот он смотрит Да Эти вот Мне у сталинисты Не нравятся Прямо скажем Большинству людей Нас их не нравится Никакой Сталин Там нам не нужен Но когда показывают Либералов Тоже весьма странных Таких вот Иногда лиц К ним туда могут Подсунуть еще И парочку Таких радикальных Украинских Политологов Да Или каких-то еще Непонятно откуда взявшую Сюда какую-то будут Которые могут нести Прямо скажем Не очень адекватные Неадекватные Суждения Вот на телевидении Но им дают слово Да Чтобы еще раз показать Что вот какие вот Есть такие люди Среди них Поэтому вот это вот Все создает Тоже ощущение У телезрителей Что и В общем-то Та вот либеральная часть Это тоже очень опасно Это непредсказуемо Это нам не нужно Ну и вот в результате И получается Что Выигрыш остается Центральная сторона Которая не участвует Ни в каких дискуссиях Я когда хожу Знаете Я не ставлю перед собой Цели убедить Противную сторону Я прекрасно понимаю Что это сделать Абсолютно невозможно Хотя В душе Они наверное согласны С тем что я говорю Там и мои коллеги говорят Вот Потому что мы все-таки Стараемся объективно Оценивать ситуацию Без каких-либо там Крайностей Вот это абсолютно Я прекрасно понимаю Что мне даже и ведущие Здесь так сказать Мне не дадут этого сделать Это совершенно очевидно Но я прихожу Для того чтобы сказать Эту точку зрения Потому что я знаю Что у меня есть Достаточно большое число Людей В первую очередь Среди интеллигенции Среди думающих людей Среди размышляющих людей Поверьте мне В России таких очень много Это миллионы Безусловно Миллионы людей Вот Вот я хожу Для того чтобы Именно для этих людей Высказать вот Свою точку зрения Которая им В общем-то подходит Частично они могут Не полностью Не обязательно полностью Но какую-то генеральную линию Они со мной разделяют И это в принципе Тоже им важно Важно Они понимают Что раз на телевидении Эта точка зрения звучит Значит Не все так плохо Во всяком случае С их внутренним мышлением Вот поэтому Вот поэтому я хожу Для того чтобы Эти люди знали Что мы Так сказать О них помним Мы их поддерживаем Эта точка зрения Есть Ее тоже Выслушивают Это тоже важно Да Что все-таки Это звучит На всю страну И слушают Чиновники Политики Депутаты Может быть Даже какие-то там Министерские работники Все это Так как-то Мотается на ус И возможно Что Но какие-то Здравые суждения Пробьются Да Пробьются То есть Вот тоже Здесь Я тоже Преследую Такую цель Чтобы во всяком случае Это звучало Звучало И может быть Да Действительно Где-то Это даст Свои плоды Ну конечно Все-таки Нужно исходить Что это Не такие Какие-то Очень глубокие Дискуссии Я помню На одном Из таких Ток-шоу Редактор Говорит Что у вас есть Там 20 секунд Скажите Все что вы думаете За это время Ну вы прекрасно Поняли За 20 или 40 секунд Что-то связное Сказать Или там Что-то объяснить Очень крайне сложно Это практически Невозможно То есть Все что вы можете Сделать Это высказать Какие-то Банальные суждения Либо штампы Либо еще что-то Типа этого Никто вам больше Говорить не позволит Да Это будет Крайне Очень ограничено По времени Но тем не менее Все равно Мы научились Как-то В общем Доносить До зрителей Нашу точку зрения И мы прекрасно Понимаем Что наверное Молодежь Это не смотрят Да Им совершенно Не интересно Потому что Они общаются В соцсетях Да У них есть Свои Ютуб каналы Стриминги Различные Да То есть Там масса Возможностей Откуда они Черпают информацию В основном Конечно Смотрят Люди Кто Там работает У кого возможности Есть Там Хозяйки Пенсионеры Люди Старшего Возраста Вот они Смотрят Но это Понимаете Это очень значимые Люди Для нашей страны Потому что Именно эти люди В отличие от молодежи К сожалению Именно эти люди Ходят голосовать Именно эти люди Определяют Вот такую Политическую Судьбу Нашей страны Поэтому конечно Это очень важно На мой взгляд До этих людей Доносить Различные точки зрения Пусть они Делают выбор Кто прав Кто виноват Мы В общем-то Просто-напросто Озвучиваем Да Разные подходы Разное видение Разные суждения А люди Пусть делают вывод Вот я так например Рассматриваю эти передачи Николай Борисович Вот у нас тоже Времени Мало остается Вопросов очень много Поэтому Мы хотим Задать вам вопрос Вы немножко Как это сказать Покороче Чуть-чуть Чтобы у нас была Возможность Много вопросов задать К сожалению Времени остается Не так много Николай Борисович Вы много лет Преподаете МГИМО Вы доцент Кафедры Европейского права Как бы вы Оценили Сегодняшнюю Российскую молодежь По ее Общей образованности Все-таки Это будущее Страны Да Хороший вопрос На него кратко Ответить Крайне зло Хорошо Ответьте Так как вы считаете Нужным Я кроме ГИМО Естественно Преподавал И преподаю Еще в некоторых Других И коммерческих Вузах И больше того Даже мастер-классы В школах В школе Вот у меня был Пока До пандемии Во всяком случае Пандемия К сожалению Здесь вот тоже Нанесла Удар такой По преподавательской работе Вынуждены были Все в дистанту Идти в удаленную Систему преподавания Я скажу так Что Знаете Она не шибко Отличается От Может быть Моего поколения От поколения 90-х Или нулевых годов Есть Образованные Интересующиеся люди Студенты Молодежь И школьники Есть Есть те Которые Ну так Приходят За корочкой Чтобы получить Просто Путевку в жизнь Как они называют Чтобы устроиться На работу Ну есть те Которые Просто Приходят Провести Время Расслабиться Немножко Отдохнуть В институте Между делом Такие тоже есть Поэтому я бы не стал Говорить Что нынешнее поколение Чем-то Сильно Отличается Знаете Я бы Назвал бы Наверное Скорее Такую Разницу В психологическом Состоянии Я помню Наше поколение Своё поколение Это поколение 90-х Я тоже хорошо Помню Это поколение Горбачевцев Поколение Ельцинистов Ну ельцинских Да вот То есть Мы Росли В то время Когда нам Ничего не запрещалось Да я Жил и Прибрежними И при Андрополе И я помню Что тогда Как раз Ничего нельзя было Говорить Слух Да то что Во всяком случае Ты думаешь Надо было Говорить то что Тебе подсказывали Сказать правильно Вот Ну мол Тогда кстати Многие верили В то что говорили Я может быть даже Немножко Украшиваю Многие действительно Верили в то что Говорить с телевидением И так далее И то подобное Но тем не менее Вот А при Горбачеве При Ельце не было Совсем обратное То есть Мы раскрепостились Я до сих пор считаю Что Советский Союз И Россия При Горбачеве Это была Одна из Самых свободных Стран Во всяком случае Европа Не хочу сравнивать В США Но в Европе Это была Одна из самых Открытых Свободных Мы могли Спокойно обсуждать Любые проблемы И Горбачевы И КПСС И протесты Заявлять Выходить на улицы Вы помните Сами наверное Помните Что происходило В то время Да Какие были события Вот То есть Это вот Такая знаете Поколение Которые мы ничего не боялись И храбрые были Да Вот Внутренне Оскрепощенные А вот сейчас Зажатые студенты Да Вот Студенты Как-то понимают Что Надо в общем-то Посмотреть Что там скажет Преподаватель Что скажет Руководство Да Как бы Не выступать С какими-то Своими Такими Суждениями Да То есть Они сейчас Как-то Более в себе Стали Да Они больше Стали напоминать Вот это Брежневское Поколение Студентов Да И молодежи Которая уходила Чаще в себя Да Они обсуждают В соцсетях Да Они там Промывают Косточки Это все понятно Есть там Телеграм-каналы Да Ватсап Различный Сейчас вот Клабхаус Появился Ну Сами знаете Масса различных Мессенджеров Где можно Спокойно Обмениваться Между собой Но на публике Они уже Так о себе Не заявляют И вот эти вот Выступления Знаете Молодежи Которые Произошли 23 И 30 Января Вот Учитывая Это дело Навального Да Митинги В поддержку Навального Где Было достаточно Много Молодежи В основном Это Знаете Люди От 20 До 35 Лет Подавляющее Большинство То есть Как раз Это молодое Поколение Не наше Поколение Там уже За 50 Лет Ускорно Говоря А это Действительно Поколение Которое Народилось Конец 90 Нулевые Годы Вот То что Они Вышли Это О том Что И они В принципе Имеют Порох Пархавдицах Да То есть Они готовы Высказать Своё мнение Открыто Они Не боятся Да То есть Это говорит о том Что В принципе Не все так потеряно Говоря Унынившего Поколения Молодых Но тем не менее Вот я бы Все таки Отметил Что Большая Зажатость Она характеризует Вот Поколение Нулевых И десятых Годов Николай Борисович Сейчас Развернулась Дискуссия О возвращении Железного Феликса Феликса Держинского На прежнее место На Лубянке Как вы К этому Относитесь И Если Не Держинский То кто Был бы Находиться Вот На этом Архитектурном Передестале Возле Лубянка Я отношусь Естественно Крайне Негативно К тому Чтобы Вернули Обратно Железного Феликса Или Феликса Держинского Да Это Наш Уклонитель ВЧК Который В общем-то Не брезговал Никакими Жесткими Не Так сказать Правовыми Методами Да В своей работе А потом Это Вылилось В известные Дела Тридцатых Годов Тридцать Седьмой Год Ежов Ягоды Берия Это Абсолютно Нам Не Нужно Да Так Это Нас Ведет Обратно В кучину Сталинского Времени Да Еще Репетиции Да Обсуждали Люди Москвичи Мы Я Предложил Вообще По этому Поводу Вместе С коллегами Подумать О проведении Референдума Вот у нас Будут Выборы В Думу В сентябре Но если Успеет Московские Власти Сформировать Избирательную Комиссию Зарегистрировать Референдум Это не просто Так На самом Деле Но Поставить Вопрос О том Что же Сделать С Лубянкой Да Вот Напротив Нынешнего Знания ФСБ Там Где и КГБ Раньше Размещалось На Лубянке Но есть Предложение Допустит Вообще Никаких памятников Не выдвигать А сделать Такой красивый Фонтан Да Симпатичный Современный Музыкальный Какой угодно Света Фонтан Это одна Такая позиция Такая Неполитическая Вторая позиция Да То что вы Озвучили Некоторые наши Вот эти Псевдопатриоты Неосталинисты Все им Не имется Все они Железного Феликса Хотят Вернуть Обрат Потому что Они считают Что даже При Путине У нас тут Полный Бардак Царит В стране И право Культурганы Ничего не делают И надо Постоянно Смотреть На Тзержинского Чтобы Как-то Себя Приводить В порядок Вот такая С точки зрения Ну я Поддерживаю Другую Точку зрения С которой Выступили Некоторые Депутаты И ученые И общественные Деятели Они считают Что У нас есть Такая Иван Третий Иван Третий Который Ну он Не прародитель Москвы Конечно Да Но он Очень сыграл Большую роль В объединении Земель Вот В противостоянии Внешним Так сказать Силам Вот В правовом Таком Воспитании Да Там Судебник И некоторые Другие Были Юридические Документы Приняты Да То есть Он Такая У него Очень Позитивная Прогрессивная Роль Вот В те Давние Времена И Самое Главное Что Казалось Бы Вот Этот Известный Своей Такой Позитивной Деятельностью На благо Российского Такого Государства Маленькая Русь Была Не Российская Империя Но Вообще Практически Нету В Москве Нет ни одного Памятика Есть памятик В Калуге Я не знаю Помню То ли В Новгороде Есть еще В Великом Новгороде Там Небольшой Постамент Вот На этом Знаменитом Монументе Тысячелетия Руси Но В Москве Нет ни одного Монумента Или даже Минимальной Скульптуры Посвященной Ивану Третьему Поэтому Я полностью Поддерживаю Вот Эту Петицию Обращения Московской Общественности Что Вместо Дежискова Сейчас На площади Вообще Нету Ничего Никого Там Сделать Монумент Ивану Третьему Это Было бы Правильно Николай Борисович У нас остается Пять минут А вопросов К сожалению Как говорится Много Но Я думаю Что У нас Еще Будет С вами Беседа Поэтому Мы Оставим Вопрос У меня Сейчас Вот Такой Вопрос Есть Такое Понятие Управляемая Демократия Как бы Вы могли Объяснить Вот это Понятие Для наших Радиослушателей Все таки Мы живем В Америке И У нас Нету Такого Термина Управляемая Демократия В России Она есть Как бы Это Объяснить Просто Коротко Потому Что Передача Да Я вижу Что У нас Время К сожалению Бежит Очень быстро О многом Хотелось бы Сказать Ну я Надеюсь Что Мы Обязательно Конечно Ну смотрите Такая концепция Управляемой Демократии Присутствует И в российском Обществе Но это Связано с тем Что она И была Изначально В 90-е Может быть Годы В нулевые Это связано С тем Что Россия Совсем Недавно Ступила На путь Демократического Развития На путь Демократических Преобразований После Развала Известной Советской Системы И крушения Советского Союза Вот там С начала 90-х годов Началось Строительство Демократической России Естественно Что Народ Оказался Ну может быть Не готов Институты И люди И политики Оказались В какой-то степени Не готовы И тут Вот Надо Проявить Мол Государству Какую-то Руководящую Роль Для того Чтобы никуда Не сворачивала Наша Россия Ни вправо Ни влево Строго Шла По пути Демократического Развития И вот Государство В лице Своих Высших Органов Да Ну в первую очередь Начиная с президентской Власти Там и депутаты Вот они стали Как бы Эту демократию Этой демократией Стали управлять Иначе говоря Стали ее направлять Да В том вот В том направлении Которое они считают Правильное Для страны Для Российской Федерации Вот это и есть Понятие Управляемой демократии Да То есть Как бы Руководство страны Говорит Вот это вот правильно Вот давайте делать так А не так Потому что Это правильно Потому что Мы считаем Что так Россия Должна развиваться В ближайшее время Вот И здесь конечно То что происходит Вот Ну а Аналогии Там Так сказать Противопоставление Такой управляемой демократии Это событие Допустим На Украине Да Это Байдан Пятое-десятое Переход К некой такой Демократической Анархистской Системе управления Да И говорят Смотрите Там вообще Законы не действуют Президент не управляет Там вообще Непонятно Что происходит в стране Полный анархизм Да Ни суд Ничего не решает Ни правоохранительный орган Тем более президент Нам такое Демократия в России Не нужна Потому что Это не демократия Это анархия Вот Ну вот У нас Другая система Да Что В свете того Что пока Опыт По стране Демократической Страны Очень мало У россиян Да Вот этот коммунизм Большевизм Там Сталинизм Да Все-таки Он до сих пор Еще живуч Вот Государство В лице Руководителей Как бы Лучше Видит Понимает И Старается Направить Развитие Демократии В том направлении Которое Она считает Правильным Для себя Вот Вот Это что Такая Управляемая Демократия Да То есть Демократия Люди По-разному К этому Относятся Но они Говорят так Что Лишь бы не было Как на Украине Мы совсем согласны Николай Борисович Большое спасибо За вашу беседу Мы Остальные вопросы Оставим Для следующей Нашей Передачи Мы хотим Вам пожелать Здоровья Всего самого лучшего Вам Вашей семье И Как говорится Еще раз Спасибо До следующего Раза Берегите себя Спасибо вам За беседу Тоже Хочу Пожелать Всего наилучшего Американским Слушателям И вам Руководству Программы Чтобы Коронавирус В конце концов Закончился И в Америке Чтобы люди Вернулись Нормальной жизни Спасибо вам большое Спасибо за Всего хорошего Редактор субтитров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова